Тестдрайв ТВ И застраховался Итак, в чем же отличие ключевые двух версий автопилотов Здесь камера спрятана только под лобовым стеклом И больше ничего нет Все завязано на работу именно этой камеры Что касается второго поколения системы То камер здесь уже очень много Под лобовым стеклом одна В крыле еще одна И не поверите, вот есть еще в передних дверях Тоже спрятаны камеры И вот с учетом такого большого количества камер Именно автопилот второго поколения Будет способен, как я уже говорил, через год К абсолютно автономному вождению Но на данный момент он пока исполняет только функцию автопилота Причем интересный нюанс состоит в том Что автопилотом автомобиль комплектуется Я имею ввиду камеры, датчики и все для этого необходимое Но в базовой комплектации, скажем так Все это не активно и не работает Для того, чтобы автопилот заработал, нужно доплатить денег Для того, чтобы было автономное вождение, нужно еще доплатить денег То есть, по большому счету, вы просто покупаете через магазин Тесла Какие-то примочки Вот такая тачка на прокачку через интернет Цифра скорости обозначает возможность включения круиз-контроля А справа руль автопилота Значит, смотри, если ты один раз дергаешь маленький рычажок слева Слева Вот дерни Вот, у тебя включился активный круиз-контроль То есть, ты рулишь сам Но если ты сейчас упрешься в Рено, она притормозит А два раза дернешь, у тебя уже включится автопилот Дергаем два раза? Да Ну что, друзья, поехали Насколько можно долго не держать руки на руле? Она выпишет минут через пять предупреждение То есть, где-то от пяти до десяти минут Самое интересное, я думаю, мы не будем до этого уже доводить То есть, есть и система наказаний То есть, в какой-то момент, если ты не слушаешься, не держишь руки на руле Она вообще отключит автопилот И не даст им воспользоваться Пока придется остановиться, поставить машину на паркинг Заново сесть А, такой типа штраф водителю, да? Да, да За непослушание Да, 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 да То же самое может быть там из-за превышения скорости на автопилоте То есть, она просто его отрубит Она пишет предупреждение Вы ехали слишком быстро Предупреждение мне внимали Соответственно, на эту поездку мы вам автопилот отключаем Чтобы, как бы, закончить эту поездку Получается, она поставить на паркинг, выйти из машины Там, постоять минутку, сесть, поехать заново Можешь попробовать включить левый поворотник Сейчас там проедут машины, да А она не перестроится А, она не перестроится? Да Нет, в целом, конечно, Тесла везде пишет, что это бета-версия Мы все равно должны все контролировать Но теоретически она не должна перестроиться в машине, скажем так Держи Держи, держи, держи Вот, вот это моргает Значит, надо чуть-чуть так показать, что я тут Вот, вот загорелась Вот она Выключаешь поворотник О, сама перестроилась Да Класс Можно продолжать общаться, да Повернуться там Чего-нибудь, что-нибудь поделать там Сообщение где-нибудь в вайбере накидать Теоретически можно, да, спокойно отвлечься, например, там Ввести адрес, да, какой-то Что-то такое сделать Ну, я так понимаю, периодически нужно просто все-таки браться за руль, да И, ну, чуть-чуть покачать его, чтобы она поняла, что ты контролируешь ситуацию Мы можем сейчас это смоделировать То есть сначала на панели начинает моргать Потом она уже начинает и звуковые сигналы подавать Если отреагируешь сильно поздно, срабатывает система наказаний И она вообще отключает автомобиль Ну, вот пока движемся по кольцевой Она показывает на панели приборов схематично движущийся автомобиль Она захватывает, вот я вижу, два впереди идущих автомобиля Вот один начал уезжать Можем попробовать третий адрес Да Вот это ты снял управление, забрал А, забрал уже, да, что она отключилась Сейчас надо опять два раза дернуть на себя Сейчас мы попробуем грузовичок опередить все-таки Включаем поворотник А, как-то она не заметила Toyota Перед ней перестроилась Так, выключаем, да Ну, по ее мнению, Toyota была еще далеко Ну, она так метрах, ну, не знаю, в десяти, максимум в пятнадцати от нее перестроилась Так как в городе она не видит светофоров, то, ну, актуальна езда по загородным дорогам, по кольцевой, где их нету Плюс еще минус, она не видит лежачих полицейских А, то есть, как ехала там, в шестьдесят, так и будет переезжать Да, 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 да У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-ух- stop Ну, вот она начинает тебя Ой, блин Она тебя начала ругать, что, держись за руль А, что? Ну, в любом случае, даже как только активируешь вот этот автопилот, она пишет, держите руки на рулевом колесе Да, то есть это везде, во всех инструкциях, в Тесле прописано, что это бета-версия, что она там не освобождает вас от необходимости контролировать дорожную ситуацию, и все время надо держать руки на руле. Вот опять она хочет, чтобы ты подержался за рулем. Не так сильно. Ну класс, она очень быстро ловит разметку, в полосе себя устаканивает очень быстро. Единственное, в наших условиях иногда страшновато, когда бывают разрывы в разметке. Начала перестраиваться в машинах. А насколько ты не пробовал дождь? Если сильный дождь, то он не активируется. Перестроение, говорят, все-таки надо быть внимательным. Да, тут однозначно надо смотреть в зеркало заднего вида, потому что, ну вот как раз-таки, наверное, система второго поколения, вот она будет очень четко отслеживать, потому что у нее камеры туда направлены. Именно для того, чтобы отслеживать очень хорошо боковые дистанции и машины, которые сзади приближаются. Сейчас мы едем просто на активном круиз-контроле, то есть рулишь ты сам, а она держит дистанцию. Причем, может, вплоть до полной остановки, опять стронуться. Вот такой пологий поворотик. Очень легко она держит себя в полосе. Она, в принципе, похоже, не перестраивается, пока не убедится, что в уфе на руле. Вот, что-то, 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 что-то. Чудесно. Главное, не забыть поворотник, выключиться. Я бы сказал, что активный круиз-контроллер работает вообще идеально. То есть вот за него можно вообще не переживать. Потому что передний радар, вот он, из дальнобойной, и... Можно, кстати, выбирать дистанцию тем рычажком. Он даже так притормозившую машину так слегка объезжать начинает. Да, предлагает использовать первый съезд. Скоро мы будем поворачивать. Ну и проверим, завязана ли как-то система автопилота с навигацией. Наверное, нет. Ну, я тоже думаю, что вряд ли, но вдруг. Ну и так, заметки на полях. Да, вот. На дальнее путешествие... Мне нравилось. Сидеть удобно, высоко. Нет, друзья, поворачивать надо все-таки самостоятельно. До этого техника еще не дошла. Ой, блин, я уже отвык от того, что сбросил газ, и на остановились. Либо, возможно, надо было ссать уже в этот ряд, и, возможно, тогда она бы повернула за размыткой. Ну да, он не полноценный. Вот она даже в таком месте начинает, наверное, набирать свои 90 км в час, которые я ей выставил. Вот она считала знак 100-70, кстати. Вот, видишь, плоховатая разметка. Да, плохая разметка немножко потерялась. Но, в целом, так держится молодцом. Из последних сил, из последних сил, но пытается хоть что-то найти на этой вот дороге, похожая на разметку какую-нибудь. Вот сейчас мы вообще едем по полосе разгона, и она, бедняга, не знает, куда кинуться. Вот мы едем по обочине. Ладно, не будем мучиться ее больше. Ой, видишь, сама поехала куда? Ну, она считает вот это еще одной полосой. Да, но на автопилот это уже будет в следующем поколении. Позволяет за рулем много чего делать того, что ты не можешь делать на обычной машине. Это да. Конкретно отвлекаться, причем там на минуту, две, три. У меня сейчас 100 километров знак появился, но она не увеличила до 100 скорость. А я бы хотел. А она сама и не будет, ты же выставил. Она тебе справочно пишет. А Тесла куча каких-то слухов дурацких ходит. Начиная, что у нее убогая отделка там салона, заканчивая, что она якобы не прет после 100. Я бы сказал, что с нуля она разгоняется феноменально быстро, а после 100 просто очень быстро. Вот вся разница. Ауто стир, темп параллель, unavailable. Да, это потому, что нет разметки. Вот сейчас должен включиться. А, ну вот она увидела какую-никакую разметку. То есть там, где нет разметки, он показывает, что недоступен, да? Да, ну там просто вот этот руль не появляется. Или, правильно сказать, исчезает. Чуть растерялась, потому на кусочке, где не было разметки, и обратно включилась. То есть система работает нормально при правильной, хорошей разметке. Ну, главное, вот это первое движение обозначить, что ты тут, и она повернет. Редактор субтитров А.Семкин